Всем привет! Мы только что приехали из магазина и хочу показать вам покупки еды, пока еще мы не разложили все в холодильник. Сегодня мы покупали в основном перекусы, и очень у нас сегодня много перекусов. Я надеюсь, что вам будет интересно посмотреть, что мы купили. И еще купили немного из мяса и из овощей. У нас с вами наступила весна, и очень хочется питаться не то чтобы даже правильно, а как-то полегче, что ли, чем зимой. Поэтому мы решили подналечь на овощи, на фрукты и заменить всякие не очень полезные перекусы более полезными. Потому что иногда хочется что-то точить, я бы даже сказала, частенько хочется что-то точить. И обычно там заглядываешь в холодильник, и непонятно, что съесть, потому что вроде бы суп какой-то или второй не хочется, а хочется просто что-то такое похомячить. Ну и вы знаете, мы небольшие любители какой-то колбасы или чего-то такого, что можно быстро нарезать и съесть. Поэтому сегодня решили в магазине присмотреться к каким-то полезным вариантам перекусов. И в том числе мне нужно было взять что-то с собой в машину, потому что после того, как я недавно, как вы знаете, села за руль снова, то получается, что я езжу практически постоянно и каждый день. То есть я куда-то выезжаю и не сразу попадаю домой. Вот Веронику, например, там жду с кружков или просто там по делам довольно надолго уезжаю. И всё равно в машине приходится что-то перекусывать, и я покупала себе мармеладных мишек. Они, конечно, очень классные, я их безумно люблю, но каждый день жевать мармеладных мишек в машине мне как-то уже не хочется. И изредка к ним, конечно, можно прибегать, но я так думаю, что если это уже на постоянной основе, какие-то перекусы в машине происходят, то нужно, конечно, позаботиться о том, чтобы всё это было полезно. Поэтому сегодня в основном покажу вам, конечно, варианты перекусов, которые мы взяли. Но также мы взяли ещё кое-что из мяса, рыбы и овощей. Покупки эти не на месяц и, я не знаю, на неделю, не на неделю, но, в общем, как пойдёт, я в последнее время не покупаю ничего на месяц и очень переживаю по этому поводу, потому что без вот этих вот ежемесячных покупок денег на еду уходит гораздо больше. Нужно как-то всё-таки прийти снова к покупкам на месяц. Но я думаю, что мы снова начнём это практиковать и обязательно буду с вами делиться. Итак, поехали. Давайте начнём с мяса, рыбы. Здесь я взяла куриный фарш, грудку индейки, здесь крылья куриные. С грудкой индейки сегодня буду делать картошку в мультиварке, тушить буду. К ним же сметана, сметана, сметана. Вот такую взяла 15% и, соответственно, картошку. Так, здесь у меня филе минтая. Очень мне нравится, оно без костей, то есть очень удобно готовить. Прям покидал всё, и можно тоже тушить, обжаривать, как угодно. А вот это вот филе пангасисус, пангасисуса, как-то так. Беру круглый год, оно не очень по цене отличается от других, но мне нравится, как они тут нарезают. То есть такие очень удобные кусочки. Я делаю и в пароварке, и можно зажаривать. По вкусу очень напоминает, ну лично мне напоминает, очень карпа, но без костей. Может быть, потому что это филе, я не знаю, может быть, если просто пангасисус купить, не в виде филе, то там будут кости. Но вот именно вот этот вариант без костей. Они очень вкусные, такой вот именно сладковатый немного, слегка-слегка сладковатый на вкус, как карпики. Из крыльев варю бульоны, лапшу, щи сегодня хочу сварить. Из круп взяла южная ночь вот такой вот чёрный рис, 500 граммов взяла маш. Первый раз взяла, не знаю, что он из себя представляет. Но мне кажется, что в основном бобовые, они как-то все примерно одинаковые на вкус, то есть нет прям таких слишком явных отличий. Я думаю, что нам понравится, мы бобовые любим. Борило, вот такие бантики взяли. Сенсой классический соус, соевый. И соевый соус я беру для того, чтобы мариновать в нём мясо. Если я что-то отпушу или жарю, то очень вкусно получается в соевом соусе замариновывать мясо. И, кстати, очень классно ещё получается, если всё это запекать. Так, идём дальше. Дальше у нас здесь слобода. Я беру себе слободу без вкусов. Такую вот молочную Вероника её не очень любит. Она зато убивается по коктейлям. Так, сметану показала вам. Вот эти молочные горки, очень вкусная сметана. Я брала 25% в этот раз, 15% Вероника ещё выбила у меня конфетки. Так, что касается овощей. Так-так-так-так-так-так. Давайте вот так. Морковь, картофель, цукини взяла, брокколи, цветная капуста. Ой, как я люблю брокколи. По-моему, это самое вкусное из овощей, что вообще может быть. И, кстати, цукини тоже оценила. Ну, кабачки, цукини, вот, очень здорово. Прям в последнее время очень люблю. Взяла вот такое вот чёрное авокадо. Две штуки здесь. Вроде бы как... Вчера, кстати, просто в Инстаграме девочек увидела, что они берут именно вот такие чёрные и говорят, что вкуснее. Не знаю, на самом деле это другой сорт или просто оно созревшее. Но написано просто авокадо. И оно не такое прям не супер мягкое. Но чёрное. Не знаю, посмотрим. Так, цветная капуста сказала. Взяла вот такую вот мука-резаночка пшеничный цельно-смолот из цельно-смолотого зерна. Я брала, знаете, какую сейчас покажу вам. Я до этого брала вот такую французскую штучку цельно-зерновую в карусели. Сегодня я её там не нашла, к сожалению. Она мне очень нравится. Здесь упаковка такая очень удобная. То есть она не рвётся. И сама мука тоже приятная такая, но она тёмная. Вот, мы попробуем вот эту. Не знаю, на самом деле, первый раз вот взяла. Ну, выглядит вроде бы ничего. Бананы. Бананы раз, бананы два. Яблоки. Так, так, так. Здесь хурма. Хурму хочу попробовать добавить в овсянку. Видела тоже на ютубе, что можно добавлять хурму в овсянку. Попробуем. Здесь у нас апельсины. И переходим всё-таки к перекусам, о которых я вам рассказывала. Я взяла такой вот хлеб без муки. Зерновой. И ещё цельно-зерновой хлеб какой-то немецкий. В общем, они, в принципе, рядом лежали. Там как-то у них в карусели всё это разделено на правильный хлеб и неправильный. Написано, что хлеб рекомендован в пост, то есть он не содержит никаких продуктов животного происхождения. Но для меня лично это не принципиально. Просто взяла, потому что он цельно-зерновой. Вот этот вообще из хлопьев. Он не из муки. А этот из цельно-зерновой муки. Так, дальше у нас финики. Вот это, кстати, из того, что можно пожевать, когда хочется что-нибудь похомячить, а что не знаешь. Вот финики. Очень классная тема вообще. Я думаю, что одну пачку возьму в машину, одну оставим тут. Далее клюква. Клюква, кстати, это просто прекрасно. И с ней мы делаем пирожки. Не пирожки, а в смысле пироги. Ну, пирог. Пирог. Пирог с клюквой. Получается очень классно именно с такой сушёной клюквы. Далее взяла попробовать, не думаю, что буду брать постоянно, просто-просто попробовать. Чисто манго сушёное, вот такое обычное и какое-то зелёное. Не знаю, что у нас всё представляет. Тоже, думаю, кинет машину. Так, здесь у нас семена тыквы. Ну, опять же, да, такие вот типа полезных снеков что-то. Я очень надеюсь, что полезных. Семена тыквы. Здесь у меня клюк жареный. И, кстати, искала не жареные орехи, но очень сложно найти не жареное что-то. Вот такие вот вкусные орешки миндаль сушёный. Вот этот, по-моему, не жареный. Зато вот в такой упаковочке он уже жареный. А здесь арахис не жареный. И у меня ещё есть инжир сушёный. Ну, то есть, что из этого можно использовать как снеки? Ну, во-первых, непосредственно сами снеки, да, вот это вот то, что вам показало. Потом можно, например, точить морковку. У меня это Вероника просто обожает. Яблоки тоже из серии того, что можно взять с собой в дорогу. Бананы, например. То же самое, например, авокадо. Можно там на хлеб намазать. Ну, в общем, я думаю, что можно здесь придумать что-то с этим наборчиком. Я, кстати, хочу где-то приобрести сумку-холодильник. И мне нужна какая-то не очень большая. Я в Инстаграм, по-моему, у Ани Шейной видела у неё сумка от Фаберлик. Вот я думаю, может быть, тоже от Фаберлик заказать. Надо посмотреть сейчас, полазить по каталогу, есть там у них что ещё или нет из этих сумок. Ну, в общем, какую-то сумку хочу. Сегодня в карусели искала, что-то ничего не нашла. Но в любом случае, я думаю, что можно в том же Ашане, например, в каком-то купить. Надо только добраться до туда. Вот такие вот покупки еды у нас сегодня были. Давайте покажу вам общий чек. Общий чек, общий чек, общий чек. Общий чек у нас составил 5846 рублей и 390 рублей 77 копеек скидка. Вот. Вот. То есть уложились мы в 6000 рублей. Мне кажется, это дорого. Потому что, по сути, еды, как бы, да, такой вот, ну, который просто каждый день есть, мы и не купили. Ну, у нас там есть, конечно, ещё много круп всяких. Из такой вот, из мясной еды тоже мы ещё немного купили. То есть в основном всё пошло вот на вот эти вот полезные перекусы. Но я, в общем-то, рада, что мы их попробуем, потому что всё-таки стоит сравнить мармеладных мишек и какие-нибудь орешки. И вообще, в последнее время совсем не хочется есть какую-то тяжёлую пищу. То есть я вот, например, Роману готовлю там вот с Вероникой. Вот макароны там вот вчера были с мясом, например. А самой вот не хочется. Хочется, не знаю, что-то вот действительно чего-то очень-очень лёгкого. И я вот сегодня, например, себе рыбу на пару делала. То есть вот этого вот жареного не хочется, какого-то жира не хочется. Хотя я вообще любитель картошечки на сале. Возможно, на меня весна влияет, потому что дни как-то стали длиннее. Я сейчас снова рано встаю, и прям вот очень-очень много энергии в организме без всякого вот этого тяжёлого мяса. И стала замечать, что ем больше овощей. Ну, то есть это не специально, а как-то вот само собой так получается. Давайте на этом заканчивать. Я очень надеюсь, что этот ролик был для вас интересным. Сорян за качество. Снимаю на телефон. Ну, пока что вот такие вот динамичные видео только на телефон. Благодарю всех за внимание. Увидимся очень скоро. Всем пока. Напишите, как вы весной меняете свой рацион или не меняете. Очень интересно будет почитать. Пока. Пока. Мой самый любимый картерик клубничный.